Доброе время суток, дорогие слушатели. Сейчас 13 часов 56 минут по торопливскому времени. Это первый подкаст от канадского ляся. По хорошей, доброй традиции первого подкаста, надо, пожалуй, представить себя, рассказать, где я живу, пожалуй, откуда я приехал и немного о местной достопримечательностях. Меня зовут Мейер. Я родился и вырос в Москве, в замечательном городе Москве. Прожил большинство своей жизни в таком ранее знаменитом районе Юго-Западное, а если точнее, то Солнцево. Кто называется постарше, наверное, помню, с чем это связано. Закончил там, как говорится, среднюю или, да, по-моему, среднюю образовательную школу. Здесь просто в английском нету средней образовательной школы, здесь есть высшая образовательная школа, если перевести. Поэтому я так на секунду задумался. Так вот, закончил я среднюю образовательную школу, 11 классов, и приехал сюда, в Канаду. Приехал я в маленький городок Виндзор, где сейчас и проживаю. И Виндзор территориально находится прямо напротив Детройта. То есть, если вы посмотрите на карту, на Атлас, то без труда вы найдете Детройт в Америке, штат Мичиган. А вот Виндзор в Канаде, к сожалению, будет не так просто найти, потому что это такая маленькая точечка с населением всего 200 тысяч. Вот, и его, собственно говоря, на карте обычно не ставят. Но зато ставят Детройт, и я нахожусь буквально в 5 минутах езды или в 15 минутах ходьбы от Америки. Вот, Америку я очень иногда люблю смотреть через реку, которая как бы нас разъединяет, Канаду и Америку. И мы стоим прям, мы такой пограничный город. Город весьма маленький и очень-очень-очень провинциальный. То есть, здесь такового ничего, ничего нету, это будет не точная фраза, я бы сказал, нету культурных центров. То есть, где-то есть один музей на весь город, есть пара театров, но так не особо чего, да и все, наверное, на гастроли много кто не ездит. То есть, все ездят или в Детройт, или в Торонто. Вот, а как бы, то есть, если не хочется ехать в Торонто, то есть, мне вообще отсюда 4 часа до Торонто. Если не хочется ехать в Торонто, то называется, есть граница вперед через Детройт. Город, собственно говоря, почему он провинциальный? Потому что, как я уже ранее сказал, здесь нету никаких культурных центров. А что же тогда здесь остается? Остается здесь заводы, которые производят, занимаются автоиндустрией. Совершенно три больших производителя автомобилей. Это General Motors, Ford и Chrysler. Есть огромнейшее казино, которое сейчас начинает, кстати, расширяться. Оно уже расширеется, по-моему, месяца два. Ну, строит еще один огромный комплекс. Ну, и на этом, пожалуй, все. Собственно говоря, больше здесь ничего нет. Но есть центр города, он весьма маленький. Его, наверное, можно, скажем, за полчаса обойти вокруг по периметру. Вот, и вот, чем город живет, это производством автомобилей, игры в казино. И вот, когда приезжают подростки на выходные гулять в Канаде. Приезжают из Америки подростки. Потом объясню, собственно говоря, почему такая вот интересная тенденция. С чего это американцы решили приехать развлекаться в Канаду? Значит, вот такой вот небольшой город. И пару слов, чем я тут занимаюсь. Я являюсь, я здесь учусь в университете и параллельно работаю. Я больше работаю, чем учусь, так как у меня три работы и всего один курс в университете. Извиняюсь. Для начала, чтобы было чуть-чуть ясно, почему все-таки один курс в университете. Обычно, то есть здесь не такая система, как в России. Здесь нормально, студенты берут, скажем, 4-5 курсов. Вот. А я беру всего один, к сожалению. Так вот сложились обстоятельства, но это сейчас и так важно. И работаю все остальное в свободное и не свободное время. То есть работаю в свободное и по выходным. Работаю, значит, первая работа у меня, я работаю в такой компании, называется collection service. Что это значит? В переводе в английском это называется собирательный сервис. Не подумайте, что он собирает какие-нибудь там ерунду, ящички, еще какие-нибудь фигуры. А он собирает деньги. Собственно, как говорится, что самое доходное собирает? Собирает деньги. Собирает он деньги с должников. То есть, если вы задолжали за мобильный телефон и вы не хотите выплачивать своей сотовой компанией, то компания, после того, как с вами немного попадается, она решит, что, в общем, времени вы не стоите, отправит вашу задолженность вот в этот collection service. После чего вас будут очень долго доставать всякие люди, угрожая судебными расправами, вот, и, в общем, всем, чем только можно придумать, отбиранием автомобилей, домов, то есть, там, в общем, такими разбирательствами нехилыми, это, конечно, все зависит от того, сколько вы должны. Чем больше должны, тем, естественно, они будут сильнее, по-моему, бить. И после этого, собственно говоря, если ничего не получается, то вас там подают в суд и вообще могут там черти что устроить. Я, собственно говоря, не собираю деньги в этом. Я работаю там. У меня такая довольно-таки смешная профессия, которая, наверное, всем покажется такой, потому что кумар, наверное, такой совсем не в картину. Я работаю там как администратор слэш-программист. Почему администратор слэш-программист? Потому что, когда нужно, я сижу и там ремонтирую и настраиваю машины, как линуксовые, виндовые. Собственно говоря, я сам на маке работаю, поэтому свою машину я не настраиваю. Но вот их я настраиваю. А потом, когда, собственно говоря, все настроено и хорошо работает, то всегда есть что-то, что нужно программировать. То есть что-то надо вот такое сделать, что поможет компании как бы больше, быстрее, лучше работать. Мой основной проект, которым я сейчас занимаюсь, это почка людей по интернет-средствам. Но это совсем другая тема. И если вам будет интересно, конечно, звоните, пишите. Вторая работа, на которой я работаю, если честно, я даже на ней не работаю, я работаю на себя. Чем я занимаюсь? Я чиню компьютеры, программирую кому-то, такие, знаете, простенькие прикладные программки. То есть ничего особенного, но просто вот так вот находятся маленькие клиенты, которые там, знаете, нужно или починить компьютер, или что-то такое, или вот написать для совершенно какой-нибудь маленькой компании, какую-нибудь маленькую программку, там, учета, что-нибудь такое. А третья работа, я вот работаю на доставке китайской еды. То есть я не знаю, если в Москве, наверное, есть такое в Москве, но как доставка пиццы, только здесь доставка китайской еды. Вот работаю я в таком китайском ресторанчике, там работают все китайцы, и я, значит, один там такой вот. И мне иногда так интересно получается, я когда привожу еду, они так смотрят на меня такими глазами, говорят, а почему-то не китайцы. То есть у них такое вот впечатление, что в китайских ресторанах должны быть только китайцы. Но впечатление на самом деле правдивое, так как я сколько ходил по китайским ресторанам сам, никогда в жизни не видел, чтобы в китайском ресторане работал не китайцы, или точнее не узкоглазые, потому что там работают, скажем, иногда корейцы, или еще кто-то, а вот чтобы белых людей, вот, никогда не видел. Ну вот, это что касается моей жизнедеятельности. На этом, я думаю, я завершу мой сегодняшний подкаст. Я очень буду рад вашим письмам, комментариям, и надеюсь, в скором времени выйду в эфир опять. Не знаю, как часто будет выходить подкаст, но постараюсь пока что делать раз в неделю, возможно, даже два. Большое спасибо и до новых встреч.